Аплодисменты Но я не об этом хочу спросить, я не хочу вас спросить о внешних изменениях или об изменениях в других людях. Я хочу вас спросить о ваших внутренних изменениях. Изменялись ли вы в прошлом году? Потому что внешние изменения, они происходят порой в худшую сторону. То есть обстоятельства меняются в худшую сторону, лишь для того, чтобы тебя изменить в лучшую сторону. Если твои обстоятельства ухудшаются, знай, что пришло время тебе меняться. Пришло время тебе улучшаться. Бог допустил это для того, чтобы ты в этих плохих обстоятельствах стал лучше. И хочу сказать то, что говорю всегда перед тем, как провозгласить видение на Новый год. Вот, что с ушедшим годом или с ушедшим видением, которое было в прошлом году, мы не перестанем меняться, друзья мои. Это было только начало, сосредоточение на том, что мы должны меняться в этой жизни, преображаясь в образ и подобие Иисуса Христа. Друзья, мы должны приобретать характер нашего Господа Иисуса Христа. И Бог будет все делать для того, чтобы создать обстоятельства, в которых ты будешь меняться. Сегодня совершенно другое учение проповедуется. Сегодня Бога поставили на служение народу. Всем говорят о том, что Бог настолько добрый, что Он будет делать все, чтобы тебя ублажать. И получается, что ты Господин, а Бог служащий тебе. Люди перепутали. Есть Бог, есть Господин, а мы служащие Ему. И задача этого Господина в том, чтобы мы изменились и приготовились к Царствию Божьему. Чтобы ты был лучшей в своей версии. Бог знает, каким ты должен быть. Ты не всегда Бог знает. И Бог не ошибается, когда создает какие-то сложные обстоятельства в твоей жизни. Это для того, чтобы ты изменился. Послушайте, мечи не куются в каком-то месте, где нет жара. Мечи куются или выковываются в огне и под ударом молотов. Они закаляются, и им придается форма молотом. Их не гладят. Знаете, достали железо и дуют на него. И ждут, пока оно превратится в меч. Так не происходит. Его накаляют до красна и со всей силой ударяют молотом. Но потом, когда кусок металла проходит ковку, он становится прекрасным клинком, который разит врага. Вот нечто подобное проходим и мы с вами, когда попадаем в сложные обстоятельства. Ну а теперь давайте поговорим о видении на этот год. Зачем вообще нужно видение? Живем мы и живем. Да для того, чтобы указать направление движения. Однажды одного слепого человека спросили, что может быть хуже слепоты? И он ответил уникально. Он сказал, хуже слепоты бывает зрячий человек, который не видит направление своей жизни. Иногда мы бываем зрячими, но мы не видим, куда идем. И вот видение, оно дает нам направление, куда двигаться церкви в этом году. И Бог дал нам слово на год из 125-го псалма. Исторический контекст написания этого псалма следующий. Божий народ возвращается из Вавилонского плена, в котором они пробыли долгих 70 лет, и они возвращаются в землю обетованную. Их отпустил царь Кир, потому что он получил откровение от Господа, что в Иерусалиме, который в Иудее, надо построить храм Божий. Царь отпустил израильский народ не по политическим соображениям, не из-за того, что он был милосердным царем. Он отпустил, потому что Бог вмешался. Бог ему дал это откровение. Друзья мои, мы из Писания знаем, что сердце царей в руке Господа. И куда захочет Господь, туда направляет он царей. Поэтому Библия и учит нас не противостоять нашим властям в соцсетях или на митингах, или еще где-то, а молиться нашему Господу. Потому что Господь может развернуть любого царя. Если он развернул царя Кира и заставил его действовать в своих интересах. Если он развернул царя Навуходоноцера, царя Дария, то для Бога не представляет никакой трудности развернуть и направить в своем направлении любого царя. Любого правителя. Потому что он Бог богов. И наша задача не противостоять власти, а молиться за нее, для того, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Возвратившись в пустынную и разоренную землю, израильский народ понимает, что им нужно много ресурсов для того, чтобы восстановить былое величие этой земли. Они понимают, что их численность недостаточно. Потому что не все пошли, не все вышли из плена. Бог, когда обращался к израильскому народу, Он сказал через царя так, кого влечет сердце. Ну не всех влеклось сердце идти в землю обетованную, потому что та земля была пустынной. Да, она обетованная, да, она обещанная Богом, но они понимали, что они столкнутся с трудностями, чтобы восстанавливать эту землю. И знаете, что я увидел? Что многие из нас, они привыкают жить в плену. Когда Бог даже их отпускает из плена и говорит, время выходить тебе из этого рабства финансового, из рабства каких-то отношений, люди не выходят. Потому что там в плену уже все привычно. За 70 лет они обустроились. Построили там домишки какие-то, завели какой-то бизнес. Да, есть большее благословение, но туда надо идти, с тем надо сталкиваться, там неизвестность. А здесь уже как бы все понятно, уже ясно, кому обратиться, с кем вопросы порешать. Зачем куда-то идти? И вышла небольшая горстка людей, которые столкнулись с трудностями. Им надо восстанавливать свою землю, им надо восстанавливать храм. Их послали туда, чтобы восстанавливать храм. И они понимают, что вся их жизнь зависит от Господа. Что Бог может проклятие обернуть в благословение, нищету в богатство. И поэтому они молятся перед Ним, они молятся и взывают к Нему, чтобы из этой горстки людей произошел великий народ. Потому что им нужна сила для того, чтобы восстановить эту разрушенную землю. И они понимают, что им надо засеивать поля для того, чтобы пожинать урожай. И потом питаться этим урожаем. И представьте себе земледельца, который должен засеять поля, но у него так мало зерна, что он думает, сколько мне уделить на то, чтобы засеять ими поля? Меньшую часть, большую часть? Потому что то, что останется, этим надо будет кормить семью. А если мало засею, то мало пожну. И он стоит перед таким выбором, и вдруг он принимает решение засеять поля обильно. И когда он начинает разбрасывать зерно, засовывая свою руку в передник, разбрасывая зерно по вспаханной земле, слезы текут по его щеке. Потому что он понимает, что теперь его семья будет скудно питаться, что теперь будет сложный период ожидания до урожая. И еще неизвестно, каким будет урожай. Не так ли в нашей жизни, когда мы посвящаем себя на служение Богу, когда мы тратим свое личное время, отнимая это время у семьи, у своих бизнесов или еще у чего-то, у нас тоже приходит огорчение и понимание, что, а может быть, мы впустую тратим это семя. А может быть, мы зря его отдаем. Ну, знаете, Бог утешает таких людей и говорит им вот это слово, которое Он дал нам на год. Он говорит, Псалом 125, 5 и 6 стихи. «Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью, с плачем, несущие семена, возвратятся с радостью, несят снопы свои». Бог говорит, что компенсацией за скорбь при посеве станет радость во время жатвы. Я хочу провозгласить, друзья мои, 2022 год годом сенья и жатвы. Для церкви Ковчег год 2022 будет годом сенья и жатвы. Что это значит для нас? А вот что я хочу сказать для тех, кто сеял о том, что пришло время жатвы. В этом году Бог восполнит все ваши потери и даст обильный урожай, посеянному вами. Неважно, в материальном или в духовном плане вы это делали. Это провозглашение касается и материального, и духовного. Тем, кто жертвовал многим, распространяя Евангелие, и страдал от лишений, Бог даст увидеть огромный урожай человеческих душ, который принесет вашему сердцу радость. Те, кто лишал себя отдыха и приятного времяпрепровождения, вкладывая свое время в посты, в молитвы, те увидят огромный духовный рост, получат новые откровения, свежие откровения от Господа и станут еще ближе к Нему. Кто жертвовал финансы, может быть, ущемляя свои потребности, увидят, как Господь откроет небесные окна и от своих, от своих источников и зальет благословение. У вас будет богатый урожай в финансах, вы будете пожинать в этом году. Кто вкладывал в отношения, Бог даст нам наслаждаться этими отношениями. Может быть, вы вкладывали в эти отношения со слезами и не видели никаких изменений, но в этом году, друзья мои, Бог даст вам время наслаждаться этими отношениями. Это будет самый лучший год из прожитых вами и самые лучшие отношения, которые вы только имели. Приготовьтесь к жатве, друзья мои. Приготовьтесь к жатве. Приготовьтесь к жатве. Но также я хочу сказать вот что, что мы не всегда сеяли доброе. Не всегда мы разбрасывали хорошие семена. Также мы и разбрасывали плохие семена. И написано в послании к Галатам, в 6 главе, 7 стих. Не обманывайтесь. Бог, поругая мне, бывает, что посеет человек, то и пожнет. Друзья, нам придется пожать плохой урожай, который возрос из тех плохих семян, которые мы разбрасывали, друзья мои. Конечно бы нам хотелось, чтобы Бог аннулировал этот урожай, чтобы Он не дал нам пожать жатву, которая возросла из тех плохих семян, посеянных нами. Нам бы хотелось, чтобы Бог не посылал дождь на это семя, чтобы Бог сделал так, чтобы это семя засохло. Но знаете, я вам точно говорю, нам придется пожать. И пожать нам придется не для того, чтобы наша жизнь стала мучительной, плохой, а для того, чтобы научиться засевать свои поля добрым семенем и потом пожинать лучшее. Друзья мои, у тебя есть возможность пожать плохое, а посеять хорошее. если ты в этом году будешь сжать плохое, не отчаивайся, это здорово, потому что на место плохого Бог дает тебе возможность сеять хорошее, чтобы завтра войти в урожай хорошего. Аллилуйя, Бог благ, даст дайте Ему хвалу. А сейчас давайте поговорим о сеянии и жатве, о принципах, которые мы находим в этих действиях. Жатва, друзья мои, это процесс сбора урожая плодов. Жатва, это процесс сбора урожая плодов. И прежде чем собирать, потому что процесс сбора, надо что-то разбросать. Если вы ничего не сеяли, вы ничего не будете и жать. Но хочу сказать вот что, если вы ничего не сеяли и пропустили это время посева, то все равно на том месте, где должна быть жатва, вырастут сорняки. Вы удивитесь, скажите, я вроде бы ничего не делал, а вот поэтому и там вырастут сорняки, с которыми вам придется разбираться, потому что если вы не разберетесь с этими сорняками, следующее зерно, посеянное вами, будет заглушено тернями и волчицами. Прежде чем сеять, нужно разобраться с сорняками. Жатва, друзья мои, это время сбора зрелого урожая. Зрелого урожая. Любая жатва должна созреть. Время жатвы не всегда, друзья мои. Есть время, когда Бог дает жатву. Ведь посеянное тобой должно взойти, должно вырасти и должно созреть. И на это нужно определенное время. И когда ты сеешь, ты не сразу жнешь. Тебе придется ждать. Или ты уже ждал. Но я хочу сказать, что сегодня этот год год жатвы. Год обильной жатвы. Бог благословил нас, и Он дает нам жатву. Ты не можешь жать, когда захочешь. Жатву приходится ждать, но сегодня день жатвы, друзья мои. Жатва это способность правильно действовать в правильное время. За урожай придется сражаться, друзья мои. Его надо будет собрать. Его нужно сохранить. И его нужно правильно распределить. Бог дает жатву не для того, чтобы тебя обогатить. Потому что когда мы слышим слово жатва, мы сразу представляем себя благословенным. Потому что Бог дал нам большую жатву. И было мало, но стало много. И поэтому мы видим, что теперь мы благословлены. Но жатва это не для того, чтобы тебя обогатить. Жатва в нашей жизни для того, чтобы тебя сделать благословением для других людей. И чтобы ты мог принести пользу в Царстве Божьем, друзья мои. Давайте вспомним притчу об одном фермере, которому Бог дал богатый урожай. Евангелие от Луки, 12 глава, мы читаем с вами. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай, или богатый урожай, в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил, или кому достанется жатва. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Богом богатеет. Мы видим, что Бог дал этому человеку большую жатву, но неправильное понимание назначения этой жатвы, а вследствие это и распределение этой жатвы, он хотел обогатиться сам, он хотел построить себе и сказать своей душе разгневало Бога. Поэтому, друзья мои, чтобы не случилось с вами такого, хочу вам посоветовать, поднимай себя как управленца, а Бога сделай в своей жизни владельцем. Еще раз, поднимай себя как управленца, а Бог в твоей жизни владелец. Ничего, что ты имеешь, не принадлежит тебе. Даже твоя жизнь, она принадлежит Господу, потому что Он дает дыхание твоим назрям, Он дает твоему сердцу биться, Он дал тебе жизнь в управлении, но владельцем этой жизни является Господь, Он дал тебе бизнес в управлении, Он дал тебе церковь, домашнюю группу, дал Бог тебе, Он владелец этого, ты управленец, поэтому советуйся с Ним, как поступать. И когда придет жатва, спроси Господа, не будь как этот неразумный фермер, которому не с кем было посоветоваться. Здесь сказано, что ему не с кем было посоветоваться, он один сам себе сказал, у евреев вообще так не примнято, у евреев должен быть совет, когда в совете не определяют, что им делать, а у этого человека случилось так, что ему не с кем было советоваться. Знаешь, почему? А он в церковь не ходил. Он, наверное, обижен был. Что-то там в церкви не так было, и он не ходил туда. Знаешь, почему? А он в домашнюю группу не ходил. Знаешь, почему так случилось? А у него пастора не было. И он, тем самым, разгневал Бога. Не будь таким. Послушай меня, в жатве нет потенциала для умножения и роста. В жатве сосредоточен потенциал для благословения. Еще раз повторю, в жатве, хоть когда ты собираешь, ты собираешь много, в самой жатве нет потенциала умножения и роста. В жатве потенциал благословения. Бог дает жатву для того, чтобы ты стал богатым на всякое доброе дело. Аллилуйя! Вас дайте Богу хвалу. Ты можешь выбирать, что и сколько тебе сеять, но вот сколько тебе жать ты не выберешь, ты пожнешь только то, что ты посеял. Аллилуйя! А теперь давайте поговорим о сене и о силе семени. Послушай меня, как бы не банально это звучало, но оно так, без семени нет жатвы. Без семени нет жатвы. Что было вначале? Жатва или семя? Что было вначале? Курица или яйцо? Философский вопрос. Кто изучал философию, знает. Друзья мои, я точно знаю, что было вначале. Курица. Почему? Потому что Бог создал птицу. Не сказано, что Он создал яйца, а из них получились курицы. Что было вначале? Сене или жатва? Сене. Почему? Потому что Бог сказал земле, пусть она произрастит. Бог сказал земле в бытие, пусть она произрастит. То есть было в землю заложено семя, потенциал, и земля произращала, а потом человек собрал, получил семя, и теперь он может сеять. В семени есть потенциал к росту и умножению. Где взять семя? Твоя жизнь и все, что принадлежит ей, как раз и является семенем. Еще раз повторю, твоя жизнь и все, что принадлежит ей, как раз и является семенем. Быть сеятелем это образ жизни. Быть сеятелем это образ жизни. Мы должны вести образ жизни сеятеля. В слове написано, послушайте, дающий же семя сеющему, 2 Коринфянам, 9 глава, 10 стих, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст внимание, обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Из этого текста следует, что именно в семени есть потенциал умножения и роста. Бог не умножает жатву, друзья мои, он умножает семя, посеянное нами. Он дает рост семени, через это умножается плод. Сказано, что через посев умножится плод правды. Не сам плод по себе умножается, а именно посев, именно семя, которое посеяно в землю, умножается Богом. Бог не умножает жатву, он умножает семя, еще раз скажу. Посмотрите, что говорит Иисус. Евангелие от Луки, 13 глава. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его, оно подобно зерну горчичному, которое взяв человек, посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом. Скажи, большим деревом. маленькое, друзья мои, маленькое, самое меньшее, наименьшее, стало большим. Каким образом? И сказано, что дальше и птицы небесные укрываются в ветвях его, этого большого дерева. Мы видим из слова Христа, что в маленьком горчичном семени кроется огромный потенциал большого дерева. В маленьком желуде есть потенциал огромного дуба. Хочу сказать, в маленьком человеке есть огромный потенциал, который может изменить этот мир. В тебе есть огромный потенциал, заложен Господом. В тебе есть огромный потенциал, заложенный Господом. Ну, послушай меня, семя горчичное начало умножаться лишь только тогда, когда соприкоснулось с землей. Если бы сеятель держал это семя в руке, в банке, или в теплом месте, в лучшем, самом сухом месте, самом хорошем, поддерживал бы определенную температуру, при котором зерно лежит сохранно многие-многие века. Такие зернохранилища, кстати, есть. Люди специально сохраняют семена разных пород пшениц, разных пород растений для того, чтобы был генофонд, скажем так. Представь, что семя вот это горчичное попало в этот генофонд и никогда бы не соприкоснулось с грязью. Земля это грязь. С сырым местом, с темным местом, а потом оно еще, это семя, умерло. мы-то мечтаем, что мы генофонд, что мы будем в банке с определенной температурой, без влияния внешних факторов, и Бог будет поддерживать эту определенную температуру, но мы семя, которое Бог сеет в грязь. А потом в темноте ты должен сдохнуть в своей человеческой природе, в своем эгоизме. Для чего? А чтобы принести жатву, чтобы стать большим деревом, в ветвях которого будут укрываться небесные птицы, но мы не можем себе позволить сдохнуть. Это жестоко для нас. Нам бы в банку с температурой со дной, чтобы эта банка ограждала нас от внешних факторов. И в этой банке лежат такие же зерна, как и ты. Чувствуешь церковь ковчег здесь. Потом эту банку отделали, задекорировали и всем показывают, посмотрите, здесь самые лучшие зерна собрались. Посмотрите, в этой банке самые лучшие зерна. Вот это зерно Ольга Андреевна, смотрите, какое оно. А? Сильное. А вот это Александр Веймер. Чуть-чуть подпорчен вот здесь с краю. не такое, как Ольга Андреевна, но тоже сильное зерно. А вот это вообще Иван Кулуров. Зернище так зернище. И в банке. Но Бог открывает это и высыпает в грязь. И говорит, идите в мир. Идите в мир. И не просто идите, а разбрасывает нас. Для чего? Для того, чтобы упав в грязь, мы умерли и принесли много плода. Халилюя! Послушай, нам необходимо знать, что жатва определяется почвой. Жатва определяется почвой. Хорошая почва, хорошая жатва, если зерно не попадет в хорошую почву, оно не умножится и не принесет никакой жатвы. Плохая почва может загасить силу зерна и потенциал зерна. Каким бы хорошим зерно не было, какой бы большой потенциал в нем не был бы скрыт, если оно, оно, зерно, попадет в плохую почву, то оно не даст нужного урожая. Либо вообще будет угашено, либо принесет скудный урожай. К чему я это? Будь внимательным, куда ты сеешь свое семя. Посей свою жизнь в правильную почву. Царство Божье, вот правильная почва, которая раскрывает твой максимальный потенциал. Посей себя в Царство Божие. Не служил? Начни служить. Ты же эгоистом стал у себя дома. Ты же банку создал. Посей себя. Больно? Конечно, больно служить Богу. Умираешь? Конечно, умираешь каждый день. В своих желаниях, в своем эгоизме приходится умирать. Но если ты не будешь умирать в этом, то терни и волчцы заглушат твое зерно. И ты придешь к Господу с пустыми руками, но с огромными амбициями. Но Бог не слушает твои амбиции. Он будет смотреть, что у тебя в руках. И Писание говорит, сеющие со слезами. Слезы текут, когда ты сеешь себя. Это непросто. Но дальше, Бог говорит, будут пожинать с радостью. Пожинать с радостью. Разбрасывай семя. Разбрасывай семя, друзья мои. Для того, чтобы пришел урожай, необходимо его жаждать. Не просто посеял и все. Надо жаждать, надо ждать, что будет урожай. Его надо жаждать. И вот эта жажда по урожаю, она будет приводить к тебя, к тому, что ты будешь щедро сеять. Послушай, когда сеятель сеет зерно, он не бросает по одному зернышку. Такой рациональный сеятель запустил в передник, руку, достал одно зернышко, это туда, это сюда. Вы видели, как сеют зерно? Не машинами, вручную, берут горсть, жмень хорошую. Я помню однажды мы своим сыном пришли к одному предпринимателю, моему другу, я его забрал из детского сада, мы пошли и зашли к нему, такие ларьки были, маленький магазинчик, кто не знает, и зашли, он увидел моего сына и говорит, Антоха, возьми себе конфеты, вон любые, какие хочешь, у него там на прилавке лежат, возьми себе конфеты, он такой встал, говорит, не, не буду, ты начал такой, да возьми, возьми, он такой, да не, нет, нет, дядя Сережа не буду, и тот мне говорит, ну возьми ты тогда ему конфеты, я так жмень взял, и мы выходим из этого ларька, и я Антона спрашиваю, Антош, ну ты что стесняешься, почему ты не взял конфеты-то, тебе дядя давал, надо было взять, он говорит, вот такой рукой надо сеять, а мы все хотим Бога обмануть, но Писание говорит, кто сеет скупо, кто сеет скупо, друзья мои, тот скупо пожинает, а кто сеет щедро, тот щедро пожинает, разбрасывай семя щедро, разбрасывай семя щедро, будь жаден до жатвы, жаждай жатву, жажда будет побуждать тебя сеять щедро, жажда жатвы именно, когда ты будешь представлять и ждать большую жатву, ты будешь понимать, что если ты скудно сеешь, то жатвы большой быть не может и когда ты будешь ждать большую жажду, это будет побуждать тебя щедро сеть, а еще когда ты ждешь жатву, это будет побуждать тебя просить у Бога дождь, потому что ты знаешь, что посеянному тобой нужен дождь, нужна влага, в данном случае дождь Духа Святого и если ты жаждешь большой жатвы, ты тогда стоишь перед Богом и просишь Его о том, чтобы Он излил дождь Духа Святого, а где это делают в посте, в молитве, в церкви, не просто посеяли, и пусть оно там, это тоже есть, это второй пункт в этом абзаце, после того, как ты посеял, посмотрите, что говорит слово, давайте прочитаем Евангелие от Марка, 4 главу, с 26 стиха, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, мы уже бросили, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва, скажи, настала жатва, послушай меня, после того, как ты посеял, после того, как ты жаждешь дождя, после того, как ты жаждешь жатву, иди и спи, то есть другими словами, находись в покое, что это значит? Ты не знаешь, как семя всходит, ты не знаешь, как оно растет, поэтому перестань своими мыслями контролировать жатву, жажди дождя, и перестань мыслями контролировать, взойдет, не взойдет, принесет, не принесет, а вдруг я не туда посеял, а вдруг это не то, а вдруг год будет неурожайным, вот сейчас пастор провозгласил год сеяния жатвы, а ты посмотришь ютуб, и тебе понравится другой год, кто-то еще там провозгласил, и как-то он тебе так лучше зайдет, знаешь, что произойдет? Ты ни там не пожнешь, ни здесь не пожнешь, я могу дать один совет, если тебе зашел чей-то год, чье-то провозглашение, и ты прям так оно легло, собирай вещи, езжай туда, я вам серьезно говорю, собирай вещи, езжай туда, и будь в той церкви, тогда ты пожнешь, вам говорят сегодня слово, которое вы должны растворить своею верою, само собой слово работать не будет, но если ты его примешь как семя в свое сердце, то все эти принципы, о которых мы говорили, будут работать, перестань контролировать своими мыслями то семя, которое ты посеял, потому что когда ты посеешь семя, придут темные времена, придет ночь, когда дьявол придет и скажет посеянно тобой напрасно, ты зря вкладываешь служение, нет никакого результата, зря вкладываешь в отношения, ты не видишь никаких улучшений, ты зря вкладываешь в церковь, ты не видишь отдачи никакой, ты просто вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь.